Каникулы с общественным советом. В посёлке Домбай полицейские, общественники и спасатели МЧС по Карачаево-Черкесии провели урок безопасности с ребятами из социально незащищённых категорий семей. И с детьми, которых курируют подразделения по делам несовершеннолетних. Дети в возрасте от 7 до 17 лет будут отдыхать в профильном лагере 10 дней. Распорядок каждого дня подразумевают ведомственные часы, на которых представители различных министерств общаются с ребятами на всевозможные актуальные темы. В этот раз девчонок и мальчишек познакомились с профессией спасателя, а также рассказали об истории создания поисково-спасательного подразделения в Карачаево-Черкесии. Общественный совет МВД по КЧР курирует профильную смену, которая сегодня отдыхает у нас в лагере «Гранд Виктория». Детишки приехали 57 человек. Это со всей республики дети, состоящие на профилактическом учёте, которые проходят реабилитацию по данному направлению. На сегодняшний день это уже третий год лагерь существует, именно профильная смена. Дает она положительный результат по тому направлению, по которому ведется по взаимодействию общему, чтобы ребёнка снять с учёта. Именно к этой цели мы все идём. Но профильная смена – это одна из направлений, которая на сегодняшний день помогает сотрудникам внутренних дел взаимодействовать именно с социумом и ребёнка вывести в социум, чтобы он исправился. Чтобы показать ему, что есть не только нотации, не только лекции, не только нравственное учение, а есть и пример, что есть добрые люди. Что если ребёнок захочет встать на правильный путь, что у него есть выбор. И его привозят вот сюда, он отдыхает. Здесь вы видели, какие условия. Пятиразовое питание, отличные условия. Ребёнок получает, это одна из лучших гостиниц на сегодняшний день в Донбайе, получает полностью весь комплекс всех видов отдыха, которые должен получать подросток. Чтобы те дети, которые состоят на учёте на сегодняшний день, не отличались от тех детей, которые обычно проживают свои дни, а тот, который ошибся, чтобы у него было право выбора, вот создали вот такой лагерь именно по ходатайству Министерства внутренних дел. Ежедневно у нас какое-то ведомство, которое взаимодействует с данным профилем, они будут приезжать и проводить свои мероприятия. Это и Министерство образования, это и Министерство культуры, это все виды Министерства, которые на сегодняшний день заняты профилактикой несовершеннолетних. На сегодняшний день мы приехали, мы приехали со спасателями, чтобы детишкам показать, как правильно оказать первую помощь при необходимости. И далее, ещё приехали с нами ГИБДД города Карачаевска, чтобы они тоже провели профилактическую беседу, как соблюдать правила дорожного движения. То есть вот комплекс мероприятий, которые сегодня МВД проведёт, думаю, пойдёт на пользу нашему подрастающему поколению. И я надеюсь, что этих детишек в будущем всех снимут с учёта именно из МВД. Профильная смена у нас длится 10 дней. Профильной сменой охватываются дети, которые ограничены в возможности здоровья, дети, которые состоят на учёте, одарённые дети, спортсмены. Профильная смена за 10 дней, которая длится, у них очень насыщенная программа. Программу составляет то образовательное учреждение, по которому они приходят сюда. Если дети с ограниченными возможностями, у них коррекционная своя программа. Если дети спортсмены, у них свои тренировки, своя программа, свой план работы. Если дети, состоящие на учёте в МВД, это дети, которые проходят профилактику именно по линии МВД, естественно, у них свой план мероприятия. У них план мероприятия, я вчера ознакомилась, очень насыщенный. У них прямо посекундно занято. Они занят весь день. Если даже ребёнок, когда организован, ему и некогда думать о плохом. И вот за три года, как они сюда прибывают, а прибывают сюда со всей республики дети, состоящие на учёте ВПДН, и дети, совершившие какое-либо правонарушение, заметьте, за время нахождения именно в Донбай, тем более все собранные дети, они ни разу не совершали никакого правонарушения. Ни разу не было зафиксировано, что эти дети что-то нарушили. То есть, когда организован ребёнок, когда правильно находят к нему подход, этот ребёнок даже и не думает о плохом. Ребёнок же не рождается преступником. Преступником его делает социум, либо его близкие люди. И поэтому ребёнок, если правильно организован, ему не до этого будет. И он будет думать только о хорошем. А на сегодняшний день самый красивый уголок в нашей республике – это Донбай. И я думаю, что они получат максимальное удовольствие именно от увиденного, услышанного. И я думаю, что они ещё поделятся в своих районах своими впечатлениями. Общественный совет вообще проводит работу не только с ребёнком, и не только с подростком. Он проводит ещё и с семьёй, и с социумом. Именно с социумом, я говорю, это и образовательное учреждение. Родитель, семья, педагог, ребёнок. Если ребёнок посещает школу, и он бросил учёбу, мы сразу не выясняем и не заставляем его обратно прийти. Мы выявляем причину, почему он не посещает. Естественно, вот такими потребностями, когда мы начали изучать, почему подросток попадает именно на учёт, на профилактический учёт по линии МВД, мы узнали, что эти дети нуждаются так же, как и обычные дети, нуждаются и в отдыхе, в обычном отдыхе, который родители не могут себе позволить. И тогда МВД вышло с ходатайством, чтобы организовали профильную смену по линии МВД, чтобы эти детишки имели возможность на тех же правах приехать сюда и абсолютно бесплатно отдохнуть здесь. И, естественно, это меняется, и он отражается в положительную сторону на эту динамику. Естественно, оно у нас... В этом году мы даже на совещании отметили, Игорь Юрьевич ходатайствовал, чтобы увеличили профильную смену, так как мы не охватываем 57 детей за 10 дней, мы не охватываем всю республику, которая нуждается на сегодняшний день в этих мероприятиях. Естественно, они нуждаются ещё больше детей. Если в городе в одном у нас около 100 детишек состоят на учёте, естественно, они нуждаются все эти детишки. Хотелось бы не только детей, которые состоят на учёте, но и родителей. Ребёнок абсолютно нигде не состоит. Ребёнок из малообеспеченной семьи, но родитель его, один либо из родителей, состоит на учёте. Вот этих детей хотелось бы тоже, чтобы привозили. Я не знаю, на какой стадии сейчас этот вопрос решается, но вот с этим ходатайством Игорь Юрьевич выходил в Министерство образования. Я думаю, что в последующие годы увеличат места для профильной смены. И ещё хотелось бы, чтобы они не просто отдыхали и не просто на мероприятиях, ещё чтобы приучали к труду, так как дома их никто этим не занимается. Дети, к сожалению, у них не привита именно трудовая деятельность. Хотелось бы, чтобы здесь находясь, чтобы они ещё, когда поднимались на канатки, брали с собой мешки и забирали оттуда пластиковые бутылки, спускали. Это не тяжело ни детям, ни воспитателям. А то ребёнок будет приучаться, что надо ухаживать за собой, что надо беречь свою природу, что надо ценить, любить. И тогда, я думаю, через любовь, через культуру мы прививаем ребёнку именно то достоинство, которое он сегодня заслуживает. У нас все дети, которые состоят на учёте, у нас не выбираются они по категориям. Тяжкие правонарушения – это угон автомобилей, хищение чужого имущества или просто хулиганские побуждения. Те дети, которые попали на учёт, они, к сожалению, попадают не из-за того, что первый раз он что-то нарушил. У нас идёт правонарушение первое, предупреждение. Потом на комиссии его разбирают. То есть не сразу ребёнок попадает. Если это повторяется, только тогда ставят ребёнка на учёт. И дети, которые на сегодняшний день здесь находятся, возрастная группа у нас от 7 до 17 лет. Эти дети, которые один раз ошиблись, а право на ошибку даётся всем. У нас был подросток, я вам скажу, очень много таких примеров, но просто ярко выражено один подросток был, который после смерти своего, после гибели, скажу, после гибели отца своего, у ребёнка опустились руки. Подростковый возраст, плюс потерял отец опору. И у ребёнка, когда опустились руки, он пошёл по накатной. Ребёнок начал выпивать, начал не приходить домой, мама не справлялась, и ребёнка поставили на профилактический учёт. Этот ребёнок попал к нам в учреждение, и мы с этим ребёнком работали. Работая с этим ребёнком, мы видели потенциал тот, который заложил в него отец, потому что отец был сотрудником МВД, он погиб. И тогда с этим ребёнком был индивидуальный подход выбран, и с этим ребёнком занимались. И именно по тому направлению, по которому шёл отец, мы его в пример ставили, добивались справедливого решения, потому что отец герой России был, а по каким-то документам его не оправдывали. Мы этого добились, показали, что справедливость торжествует, справедливость есть. И тогда ребёнок действительно поверил в свои силы. Он начал сперва тренироваться, на тренировке ходил по КУДО. Потом ребёнок начал действительно обучаться, успеваемость у него повысилась. И тогда мы его сняли с учёта, с профилактического, после того, как он здесь. А теперь он у нас на сегодняшний день обучается в Москве, в институте ФСБ. То есть у нас есть реальные примеры, по которым наши дети, которых руки опустились, а на сегодняшний день их очень много, и которым мы дали веру в себя, эти дети, естественно, их снимают с профилактического учёта. Вы знаете, это не тяжело. Как поставили, так и КДН, ПДН, всей комиссии коллегиально смотрят, если исправился либо ребёнок, либо родитель, не было приводов, естественно, его снимают с учёта. Это не на всю жизнь, это не клеймо. Поэтому те, которых опустились руки, хотелось бы сказать, чтобы они не опускали руки. У них есть шанс на исправление. У любого человека, а тем более у детей, есть этот шанс. И поэтому у нас детишки, которые стояли на учёте, многих сняли вот с учёта, с профилактического учёта. Я хотела бы обратиться к родителям. Уважаемые родители, если у вас подросток бесконтрольно уходит из дома, не объясняет или невнятно объясняет, куда он идёт, пожалуйста, проконтролируйте своего подростка. Если ребёнок вовремя не приходит, и вы не знаете, кто его друг, пожалуйста, интересуйтесь этим. Находите, пожалуйста, в день 5 минут, чтобы побыть со своим ребёнком. Каждое утро и каждый вечер, если вы позволите себе буквально 5-10 минут поговорить со своим сыном или со своей дочерью, вы обязательно узнаете, чем он живёт и чем он интересуется. И тогда ваш ребёнок не попадёт на улицу. Сегодняшний день критическая ситуация. Очень много подростков бесконтрольно гуляют по улице, особенно в ночное время. Берегите, пожалуйста, своих детей. Если дети всё-таки попали на профилактический учёт, уважаемые родители, не отпускайте руки, сходите к психологу, выведите это ребёнка на откровенность. Постарайтесь помочь своему ребёнку для того, чтобы его сняли с профилактического учёта. На сегодняшний день это возможно. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова